Большая и дружная семья — это самая важная жизненная ценность практически для любого грека. Греческие семейные узы невероятно крепки, особенно если есть возможность передать не только жизненный, но и профессиональный опыт следующему поколению. Удивительная семья Чемяновых, гостеприимная и дружелюбная, веселая и сплоченная. Так ненавязчиво сохраняются семейные ценности, особо важные в греческих домах. Почет и уважение к старшим, внимание, поддержка и забота по отношению друг к другу заставляют людей, которым посчастливилось находиться рядом с такой семьей, задуматься над тем, что действительно важно в этой жизни. А выбранный ими профессиональный путь не только помог огромному количеству людей, но и обогатил само развитие российской медицины. Григорий Георгиевич — врач-травматолог, доцент кафедры Центрального травматологического института усовершенствования врачей города Москвы, лауреат Государственной премии СССР, обладатель огромного количества наград и благодарностей. Я пошел именно по этой линии, но прежде всего это были просьбы родителей, отца и матери. Я хотел больше пойти художником, стать. Родители мне говорят, нет, знаешь, что это очень хорошо, но давай медицину. Станешь врачом — это твоя жизнь, это твой путь в жизни и так далее. Тем более, что мать моя очень болела, в ней на полгода лежала, и мне больше всего из четырех членов семьи приходилось с ней заниматься. И вот это вот любовь, вот это вот ухаживание за ней, все, я без колебаний заменил. Художество на получение специальности врача. Григорий Георгиевич за свои достижения безмерно благодарен в первую очередь своей любимой супруге, которая на протяжении всей жизни была верным другом и надежной опорой. Как у греков было. Встречались тогда не то, что сейчас там можно было и туда сходить, и все, а в селе. Встречались греческие танцы, знакомства, и по-гречески, как называется, хорос. Во время этих танцев мы познакомились ближе уже. Но и так как я окончил институт, она еще была не замужем. Так вот мы договорились, заключили брак, и я ее забрал в Северную Осетию, я там и остался работать. София Николаевна, переехав в Москву, стала работать детским психиатром. Растить и воспитывать детей, и самое главное во всем способствовать и помогать супругу, чтобы он спокойно мог реализовывать себя в своей профессии. Бабушка сделала все, чтобы быть рядом с мужем, рядом с дедушкой. Я думаю, что она понимала, что она являлась большой опорой, тылом, который дает дедушке идти по научной стезе и добиваться того, чего он хочет в плане карьеры. За свою карьеру Григорий Георгиевич получил много наград, но есть одна медаль, к которой он относится с особым трепетом. Медаль мы получили за открытие с использованием ультразвуковых методов в хирургии, в резке и сварке костей травматологии. Мы разработали в эксперименте вот такую вот методику, которая получила, так сказать, огласку, широкую известность по России. Сегодня Григорий Георгиевич и София Николаевна уже на пенсии, но от медицины так и не отошли, и это неудивительно. Каждые выходные в доме у стариков собирается вся семья, чтобы поделиться новостями, обсудить новые технологии в медицине и посоветоваться с теми, чей жизненный опыт позволяет найти ответы на все интересующие вопросы. А их немало. Дети и внуки Григория и Софии Чемяновых также окончили медицинский институт и сегодня являются ведущими специалистами каждой в своей области. В этой семье не страшно заболеть, как любят шутить молодое поколение. Мечтал пойти по пути папы, потому что это вообще, конечно, хирург с большой буквы, он столько сил и времени, и души, и любви отдал своим пациентам, людям, что подорожать ему, конечно, где-то быть тоже по такому пути идти, получать такое же удовольствие от всего этого, то, что ты можешь ждать, это огромное счастье, и я выбрал этот путь. Потом по этому пути пошли наши дети, сын, дочь, племянник один. А вообще, пример от папы, потому что он один из первых был врачей в свое время в нашем роду, я как-то так грубо прикинул, но около 40 уже моего поколения и потом детей пошли по пути медицины. И это было прежде всего, наверное, его пример. Детей мы, как говорится, не воспитывали в этом направлении, но обстановка, условия, все это, конечно, диктовало о том, куда им идти-то. Вот когда они кончили школу, обстановка, почему я говорю, разговор наш в семье, мы о другом ничем не говорили, как день прошел, кто обратился, кого лечили, какие трудности были, как операция прошла, и все. Они все это слышат, бегают, вот так вот играют, читают, и все. Ну и когда окончили школу уже, куда поступить, мы посоветовали. Внуки пошли уже тоже по медицине. И вот единственный кто, Николай Иванович, композитор, мы его называем, да, он, так сказать, говорит мне, он проявил очень большой интерес к музыке. Субтитры создал DimaTorzok Когда он еще младше был, 4 года, я до сих пор помню, он без музыки не мог заснуть, легкую музыку давали, он прислушивался. Я пригласила учительницу домой, она сказала, он не только увлечен музыкой, он живет музыкой. И она мне посоветовала вначале отдать его музыкальную школу. А музыкальной школе он себя показал. Он мог проснуться утром, там, и с 8 до 9, с 8 утра до 9, до 10, до 11 вечера, его фактически из-за пианино, но только вот он на обед, Николай, иди покушай, и все, он обратно садился, то есть все поражались. Причем это осознанно он делал, это было 5, 6, 7 лет. Николай Савиди, лауреат международных конкурсов, сегодня является одним из самых ярких и узнаваемых лиц греческой диаспоры Москвы. Он единственный из известных семей Чемяновых, не стал профессионалом в области медицины. Однако дар, которым обладает Николай, не менее важный и значимый как для его родных, так и для культуры России в целом. На протяжении более 20 лет за творческой карьерой молодого пианиста внимательно наблюдают близкие друзья и соотечественники. Софья Николаевна, бесконечно любящая своего внука, привела его в 8-летнюю музыкальную школу. Именно ей, по словам Николая, он обязан своими достижениями. Она его вводила и в школу, и потом в училище, пока он не сказал. Бабуля, сколько ты меня будешь за руку вводить, да мне? Я уже взрослый, сам дорогу знаю и сам могу за себя отвечать. И ты не беспокойся. Она жила именно им и по сей день. Именно бабушке посоветовали замечательного педагога, человека, Исропова Диана Артемовна, это сейчас мы живем, это мой первый учитель, вот, которая дала мне путевку в жизнь, профессиональную музыкальную жизнь. И, конечно, бабушка сделала все для того, чтобы у меня были все условия для занятий и продвижения вперед по музыке. Самое главное, я чувствовал заботу, я чувствовал эту опору, которая давала мне стимул, давала мне силы идти вперед. В 10-летнем возрасте Николай дал свой первый концерт, который и закрепил уверенность семье, что мальчик идет верным направлением. Мы стали разучивать с учительницей детский альбом Чайковского, началось с нескольких пьес, но как-то я достаточно быстро начал усваивать, и она поняла, что через месяц уже я практически освоил весь детский альбом, и была идея сделать этот концерт, первый сольный концерт. Мы сыграли, я сыграл этот концерт, вот, после чего было предложено записать диск, мы сделали профессиональную запись в Государственном центральном музее имени Клинки, вот, вследствие чего музей взял в архив себе эту запись, посчитав, что она, в общем-то, достаточно достойная, несмотря на то, что я совсем юный там был, вот, и с этого уже началась моя такая, будем говорить, концертная деятельность. День концерта для Николая всегда особенный, его он ждет с особым нетерпением и предвкушением некого магического действа, так как, по словам артиста, он находится не только в сотворчестве с инструментом и произведением, но также со слушателями. Естественно, ни один концерт не проходит без присутствия на нем самых родных и близких Николаю людей. Высочайшее качество исполнения произведений музыки своих любимых композиторов постоянно притягивает все больше слушателей и ценителей настоящего искусства, а в частности таланта самого артиста. Поэтому концертные залы всегда заполнены, а зрители с нетерпением ждут новых встреч с удивительно волшебным миром классической музыки. Мы очень рады, что у нас в нашем врачебном, уже надоевшем таком врачебном клане, наверное, появился вот такая звездочка, как Николай. Раньше мы, слушая его, у нас были слезы на глазах, я думал, что еще маленький ребенок, и так вот замечательно играет, и поэтому вызывает такие эмоции и чувства, как родной. Но когда потом видишь, что в зале и другие, уже сейчас, когда он уже взрослый, сложившийся музыкант, и тоже при его исполнении вытирают слезы, то это, конечно, уже, это уже дар. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что династия Чемяновых-Савидия оставит неизгладимый след не только в истории греческой диаспоры Москвы, но и России в целом. КОНЕЦ КОНЕЦ